Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мой канал о местах, книгах и знаниях, которые стоят вашего внимания. Огромное спасибо всем, кто принял участие в опросе тем для следующих видео. Как я поняла, вы соскучились по художественной литературе. Если честно, я тоже, поэтому сегодня подготовила для вас ролик с книгами, с подборкой книг, в которых звучит джаз. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там я выкладываю отзывы на отдельные книги, пишу о софт-скилз, о психологии, все знания, которые мне удается взять из жизни, из книг, из моего опыта, я делюсь там с вами. Поэтому подписывайтесь для того, чтобы встречаться еще и там. Начнем мы с такой интересной парочки, Скотт и Зельда Фиджеральд. Если вы не знали, Зельда тоже писала книги, и, как она сама признавалась в своих дневниках, очень многие ее записи стали основой книг Скотта Фиджеральда. Конечно, Скотта Фиджеральда мы знаем в основном по произведению «Великий Гетсби», но у него были и другие прекраснейшие произведения «Ночь нежна» и «Сказки джаза». И именно Скотт Фиджеральд дал название эпохи с момента окончания Первой мировой войны до 30-х годов, эпоха джаза. Фиджеральд был очень дружен с Хемингуэем и сохранилась прекраснейшая их переписка, в которой они рассуждают о писательском таланте, писательском ремесле, сложностях, трудностях. Потому что Фиджеральд был очень сомневающимся человеком, и ему необходима была определенная дружеская поддержка для того, чтобы продолжать писать, которому как раз и оказывал Хемингуэй. Мне бы на самом деле хотелось поподробнее остановиться на книге именно Зельды Фиджеральд, потому что она не столь известная, нашумевшая, и хотелось бы побольше рассказать именно про нее. Книга называется «Спаси меня, вальс». Она автобиографическая, и поговаривает, что Скотт Фиджеральд был недоволен этой книгой, потому что уж очень она подробно и достоверно описывала их отношения. Они взрывные, бурные отношения, они очень много ссорились, спорили, и, между прочим, Зельда закончила свою жизнь как раз в психиатрической больнице. Зельда была очень красивой женщиной, танцовщицей, актрисой. Она мечтала посвятить себя этому ремеслу, но поскольку у Читы Фиджеральд родилась дочка, ей пришлось отказаться от этой мысли. Поэтому она очень много писала дневников, которые потом переработала в книгу. В 2007 году французский писатель Жиль Леруа получил гонкуровскую премию за вымышленную биографию Зельды Фиджеральд «Песнь Алабама». Дело в том, что главную героиню «Спаси меня, вальс» книги Зельды Фиджеральд зовут Алабама, и Леруа как будто бы разгадал саму Зельду и представил ее биографию. И у Зельды Фиджеральд, и у Алабамы очень схожие биографии. Они обе танцовщицы, мечтают заниматься балетом, мечтают танцевать и выступать на сцене. И у Зельды была такая возможность, ее приглашали выступать с королевским балетом, но она отказалась. И в этой книге «Спаси меня, вальс» своей героине, она дает возможность попробовать вырваться из семьи и попробовать начать свою карьеру танцовщицы. Несмотря на горячее желание Зельды выступать на сцене, в которой она преломляет свои книги в своей героине Алабаме, она возвращает ее домой, в семью, к мужу и к ребенку. Очень сложная жизнь, очень много переживаний приводит Зельду к тому, что у нее происходит помутнение рассудка. Скотт Фиджеральд не смог вынести болезнь жены, и в 1940 году он умер от сердечного приступа. Зельда, как я вам уже сказала, умерла в психиатрической клинике, когда там был пожар. Вот такая была яркая и пылающая пара Скотт и Зельда Фиджеральд. Ну что же, мы переходим дальше, и теперь потрясающая история любви. Эриха Мария Ремарко и Марлен Дитрих. Саундтрек этой истории любви это Чарли Кунс, который звучит с первых строк в письмах в книге «Скажи мне, что ты меня любишь». Это сборник писем Ремарко к Марлен Дитрих. Письма Марлен Дитрих не уцелели, потому что жена Ремарко, она была достаточно ревнивая, и она их все сожгла. А между прочим, женой Ремарко была Палет Гадар, которая до него была замужем за Чарли Чаплина. Впервые Марлен Дитрих и Ремарк встретились в 30-м году в Берлине, и уже в 37-м году более тесно познакомились в Венеции. «Полная сладкая жизнь и немного страха, что это ненадолго», записывает Ремарк в дневнике в 1938 году в Париже. На самом деле, письма Ремарка обнажают его невероятную чувствительность, его уязвимость. Это удивительно, насколько он был тонким человеком, насколько он был неуверенным в себе человеком. И ему казалось, что слава за его книги досталась ему по ошибке, он был очень неуверенным. И в том числе эта неуверенность распространялась и на его отношения с Дитрих. Им было очень сложно, они также постоянно ссорились и расставались. В каждом письме Ремарк расстается с Дитрих. И вот эти вот сложные отношения, эта тонкая паутина этих неуверенных отношений, она вся обнажена в этих письмах. Чарли Паркер, музыкант, которому посвящено не одно произведение. Очень много рассказов, книг, в том числе и фильм, о котором я вам обязательно расскажу. Но первое, с чего я бы хотела начать, это рассказ Хулио Картасара «Преследователь». Тема преследования работает для всех главных героев. Музыкант Джонни преследует идеальный звук. Музыканта преследует его друг, который пишет книгу о его жизни и творчестве, и переживает некую драму с Альери, назовем ее так. «Джонни преследует женщины и смерть». Почему это произведение, в котором звучит джаз? Не только потому, что главный персонаж – это музыкант и джазист, а потому что Картасар пишет в стиле джаза. Слова у него скачут, и произведение читается очень быстро, и оно чувствуется, что оно написано очень быстро, и слова соскакивают с пальцев автора, так же, как и музыкальные звуки, быстро срываются и уносятся с пальцев музыкантов. Паркер взял саксофон в 10 лет и больше его никогда не отпускал. Он занимался по 15 часов в день, и он является основоположником такого жанра в джазе, как бибоп. Когда я нападаю на какого-то биографического персонажа в книгах, в произведениях, я обязательно ищу, если какие-то фильмы по мотивам, либо документальные, чтобы собрать общую картину, чтобы такой эффект 3D создать от изучения жизни данного героя. Поэтому, конечно же, я советую вам посмотреть фильм «Птица» про Чарли Паркера. Это фильм Клинта Иствуда с Уитакером в главной роли. Очень хороший фильм, хорошее кино. И этот фильм – это мостик к следующей книге, к следующей джазовой книге. Дело в том, что Чарли Паркер умирает в отеле в роскошном номере прекрасной баронессы. Есть книга, биография Ники Ротшильд, которую написала её двоюродная внучка Ханна. Книга называется «Баронесса». Полное имя Ники – это «Панна Ника». Дело в том, что Ротшильды увлекались энтомологией, и панна Ника – это особый вид мотылька, в честь которого назвали одной из дочерей Ротшильда. Есть песня «Панна Ника» у Толониуса Монка, которая была посвящена Нике. Дело в том, что Толониус Монк был сооснователем жанра бивоп в джазе. Он был очень дружен с Никой и посвятил ей эту песню. Конечно, Ротшильды заслуживают отдельной истории, отдельного видео, потому что их афоризмы вошли в историю. Они известны тем, что купили Суэцкий канал для Британии, давали огромные займы правительству. И есть такая шутка от жены Майра Ротшильда, матери его пяти сыновей, которая сказала «Войны не будет, мой сын не даст на неё денег». Нику Ротшильд в семье не любили. Она была взбалмошная, она была неуправляемая, у неё был свой характер, она была очень своенравная. И поэтому Ханна решила с ней пообщаться и разобраться, кем же была двоюродная бабушка, потому что с семьёй она после того, как разорвала все отношения, больше не общалась. И она рассказывала в первой части книги, Ханна рассказывает, как она пришла к Нике, и Ника разливала коньяк из чайника. В возрасте 32 лет Ника оставила семью и мужа, переехала в Нью-Йорк, и всё это сделал с ней джаз. Она должна была вылететь в Британию, но к ней пришёл её друг и поставил пластинку Телониуса Монка, эти звуки её заворожили, и она осталась. Фантастический мир, особенно для того, кто явился из разорённой войной Европы, где продукты всё ещё выдавали по карточкам, и вдобавок наступила худшая за полвека погода. «Нью-Йорк был для меня раем», говорила Ника. Ника осталась в Нью-Йорке, познакомилась с Телониусом Монком, у них завязался роман, и такая вот история любви. Ника разъезжала по Нью-Йорку в шубе на своём Роллс-Ройсе, и Ханна рассказывает очень интересную историю. Когда они забежали в кафе выпить кофе, вернулись и обнаружили в Роллс-Ройсе афроамериканцев, Ника сказала, «Ханна, пойдём прогуляемся чуть-чуть, пусть они погреются, посидят, поедят, мы потом вернёмся и поедем домой». И самое главное, о чём говорит эта книга, что джаз очень стремительно и бурно ворвался в жизнь баронессы и сделал её счастливой. Он увлёк её в тот мир, в котором она всегда хотела быть, и привлёк её к тем людям, с которыми она всегда хотела общаться. И ещё одна супер джазовая книга, о которой я вам уже рассказывала в одном из своих видео. Ссылку на него я обязательно оставлю в описании или дам как подсказку. Это Борис Виан «Пена дней». Благодаря этой книге я познакомилась с Дюком Эллингтоном. И эта книга – потрясающая метафора жизненности джаза. Есть прекрасный фильм «Пена дней» с Одри Тату в главной роли. Он очень красочный. И я вам также советую его посмотреть. Он удивительный. И вот эта болезнь главной героини, в которой внутри в лёгких прорастала лилия, и она могла затухать только если девушка будет жить в окружении цветов и постоянно должен звучать джаз. Это какая-то невероятная история. И книга Бориса Виана «Пена дней» она выпадает из всего нашего списка, потому что она такая сказочная и метафоричная. Но тем не менее, то, что её заземляет, то, что делает её осязаемой реальной – это джаз. Спасибо вам огромное, что вы посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что оно вам было интересно. По крайней мере, делать него было очень интересно. Я обожаю связующие нити в книгах и разные писатели, разные судьбы, разные года. Но есть какая-то объединяющая история. В данном случае это джаз. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, пишите ваши комментарии, пишите ваши отзывы о книгах, которые вы прочитали по моим рекомендациям или которые вы рекомендуете почитать мне. Я всегда очень рада общаться с вами в комментариях. До встречи в новых видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова